Из чего своровал, то из того и построил. И вот у него нормальный навес. Он стоит примерно ноль. Да, в гараже обычно принято пить пиво и сидеть с друзьями. Для этого гараж очень полезная штука. И вот тут у многих часто возникает вопрос. А, нафига нам тратится на навес? Давайте сразу гараж построим. Чего мелочиться? Всем привет! С вами Филипп. И сегодня поговорим про навесы и чем они лучше гаражей. И для начала давайте разберем, для чего вообще нужен нам навес или гараж. Какую, в общем, задачу решает. Значит, первое, и самое, наверное, важное, это у нас защита автомобиля от осадков, от солнечных лучей и от всего того, что он у нас сыпется сверху. Даже когда у нас белый автомобиль, могу сказать, на своем опыте, стоя на открытом солнышке, целый день он нагревается просто в каких-то невозможных температур. Туда вот открыть дверь и сесть в закрытую машину, которая стояла на солнце, сразу, ну, практически невозможно. Там душно, неимоверно. А если у вас машина черная, еще при этом салон черный, там можно спокойно картошку варить в салоне. Навес вот очень здорово решает вопрос именно, соответственно, защиты автомобиля вот вот такого перегрева. У многих есть такая проблема на Ниссанах. Салон пузырями покрывается на царе на жаре. И, как я сказал ранее, навес хорошо нас защищает от осадков. Например, снег. Когда целую ночь фигачит снег, соответственно, мы приходим к машине, хотим сесть в машину, а у нас там по колено снега перед машиной. Соответственно, надо сначала все расчистить, очистить машину от снега. Это тоже занимает довольно приличное время. А тут она стоит под навесом и практически чистая. Там, может быть, где-то что-то с нее смахнул, сел и поехал. И такая же проблема с дождем. Мы когда садимся в машину, пристегиваем детей на задние сидения, нам нужно время, мы стоим с открытой дверью, пристегиваем ребенка, кладем какие-то вещи, а вокруг фигачит ливень. Соответственно, очень некомфортно в этот момент вообще садиться и осуществлять посадку в автомобиле, погрузку. Навес очень здорово решает эту проблему. Плюс, если у нас навес пристроен близко к дому, соответственно, мы практически не испачкавшись, из дома попадаем в машину, проделив совсем маленькое расстояние. Правда, не всегда навесы можем построить дома, потому что есть некоторые нормы. Мы дом-то должны построить в 5 метрах от дороги. И навес тоже должны достаточно далеко стоять от дороги, и тут есть некоторые ограничения как раз, но это отдельно. И вот тут у многих часто возникает вопрос, а нафига нам тратится на навес? Давайте сразу гараж построим. Чего мелочиться? Гараж с воротами, теплый, как положено, с входом сразу из гаража в дом. Но у гаража есть ряд очень существенных недостатков. Первый, естественно, достаток – это цена. Да, если навес на автомобиль может стоить 200-300, ну, там, может быть, максимум 500 тысяч на одну машину, смотря из каких он материалов сделан, то гараж уже минимум в миллион вам выйдет. Там одни ворота стоят дороже 200 тысяч рублей. Особенно если у нас автоматические ворота, там вообще цена зашкаливает. Плюс у гаража есть такая проблема, что если вы туда машину загнали, и у вас есть выход из дома в гараж, то заводя автомобиль, соответственно, вы можете напускать газов выхлопных в свой дом. Особенно, не дай бог, если забыли дверку прикрыть за собой. Если у вас здоровый дизельный джип, то заведя его на морозе, он достаточно мощно и долго будет вонять и коптить, и запах этот очень прям такой сильный и заметный. Соответственно, заводить в гараже, особенно в холодное время года, автомобиль, та еще как бы затея, может быть, и не стоит. Открывать ворота, соответственно, вы решаетесь о возможности сесть в тепле, в теплую машину. Он очень быстро выхолаживается через ворота, все помещение нагретое. Поэтому в этом плане навес гораздо удобнее. То есть вы пришли, завели, он навесик чуть в сторонке, он на улице, все выхлопные газы спокойно улетели, не попадая в дом, не доставляя каких-то неудобств, некомфорта тем, кто в доме еще остался при этом живой. А как насчет гаража-мастерской? Кто здесь? Кто голос такой из камеры? А как насчет гаража-мастерской? Ты под навесом такое не сделаешь? Ну и в гараже мы тоже, как правило, мастерскую-то не можем сделать. То есть все-таки гараж, если гараж, то он строится на машину. А если мы хотим мастерскую, так надо понимать, что мы там будем делать. Если у нас какие-то станки будут, верстаки, это по сути целое отдельное помещение с определенными характеристиками, с определенными объемно-планировочными решениями, чтобы там это все влезло. Стеллажи там, соответственно, с инструментом, с какими-то поделками надо разместить. И это довольно-таки большой объем материалов строительных, на это надо потратить, чтобы построить целое еще отдельное помещение. Просто так в гараже, если вы сделаете мастерскую, значит у вас, скорее всего, машина не влезет. Или делать гараж такой. У меня, например, пример, такой бригадир хвалится тем, что он гараж построил 14, что ли, на 6 или на 5 какой-то неимоверный. То есть там реально на две машины, на мастерскую и там еще на кучу всего. То есть это отдельно стоящая такая постройка, в ангарах, по сути, для машинки, для любимой. Вот. А так-то на самом деле это неудобно. А если вот у вас, допустим, есть навес, и вам, да, нужно место, где хранить шины, где хранить всякие остаточные заправочные жидкости, масла, тормозуху, какие-то запасные части, которые вы иногда покупаете впрок или остаются там после ремонта. И вот для хранения вот этих вещей лучше пристроить к навесу отдельно небольшую такую хоз-часть. Такую часто можно в интернете найти. То есть у вас какой-то навесик, а у него сзади или сбоку небольшая хоз-постройка. И за счет того, что она небольшая, легкая, под одной крышей с навесом, она получается достаточно дешевая. Это не тот теплый, полноценный, огромный гараж с большими воротами, с откатными, которые стоят совершенно невменяемых денег. Точно так же можно сделать и мастерскую. Для нее можно построить и отдельный хоз-блок, или вот отдельное такое помещение. Опять же, все сильно зависит про мастерскую. Что вы там будете делать? Теплое, холодное. Вы там будете клеить, варить, штукатурить, что там, с досками работать. Отсюда, тут это вообще отдельная целая проблема. Надо понимать, для чего это нужно, и отсюда, соответственно, ставить задачи по строительству. Да, в гараже обычно принято пить пиво и сидеть с друзьями. Для этого гараж очень полезная штука. А сейчас поговорим о нюансах, которые надо учесть при строительстве навеса. И первое, про что очень часто люди забывают, навес – это, по сути, такой большой парус на ножках. Соответственно, он очень сильно подвержен и ветрам, и снеговым нагрузкам. И вот не учет вот этих нагрузок, снеговых и ветровых, может приводить к тому, что навес может банально тупо сдуть, и он может буквально улететь к соседям. У меня такой пример был. Правда, не навес был, это большая такая беседка на железном каркасе с тряпичным верхом. Размером таким, что реально можно машину было загнать. И человек просто поставил ее на площадку, на брусчатку, и все, пол лета нормально этим полился. Но прилетел очередной добрый ураган, так хорошенько прицелился, дунул как следует, и он свой навес нашел у соседей на участке. Включим, навес как порос перелетел через забор, и там, благо, никого не поубивал. То есть, вот это надо учитывать обязательно. Плюс, снеговые нагрузки, они не всегда давят равномерно. Мало того, что нам надо рассчитать крышу, чтобы не продавило, а такое тоже частенько приходится наблюдать, как дешевенькие навесы вот так вот проламывают вовнутрь. Так еще у нас снег, он падает иногда неравномерно. Плюс ветер дует иногда как бы с одного боку, как правило. И бывает это привод к тому, что он может вот так сложиться. То есть, по сути, что такое навес? Это несколько стоек и крыша. Соответственно, это не жесткая система. Если это, конечно, не сварная из каких-то шевелеров огроменных, а из дерева, допустим, то это все может очень здорово болтаться. И, соответственно, малейший ветерок может спокойно прокинуть так вот неправильно собранную деревянную конструкцию. И мало того, что она просто упадет, она еще и на машину на вашу может упасть и отправит в ремонт еще и вашу машину. И так же, как и с гаражом, не надо забывать про наличие выхлопных газов от автомобиля. Иногда какую ошибку допускают? Берут и к дому пристраивают навес. И забывают учесть, что машина заезжает, допустим, задом, и выхлопная труба попадает в окно, например, которое выходит из какой-нибудь спальни или какой-то комнаты, и там, где могут люди, допустим, спать. И, соответственно, в очередную холодную погоду мороз заводит свой большой дизельный джип. Он прогревается минут 15-20 на морозе, и воняет вообще нещадно, и это все засасывает в окно, в спальню, в чью-нибудь. Вот таких ошибок допускать не надо. Или паркуйте хотя бы машину другой стороной. Потому что это реальная проблема. У меня, кстати, такая проблема на даче. У меня навес пристроен со стороны спальни одной. И если заезжать задом, четко выхлопная труба прямо в окно. Вот прям стопроцентное попадание. Но при этом навес можно построить очень дешево. И тут пример как раз моего соседа на даче. У него навес сделан просто из каких-то банальных бревен. Он какие-то деревья срубил, где прям пошел в лес, по сути, срубил, ошкурил их. Это вот такие вот кривые бревнышки. Он из них сделал стоечки, сделал такие же лаги, накрыл каким-то старым шифером. Не знаю даже, где он его взял. Просто реально он уже старый был, когда он его строил. И вот у него за три копейки получился вполне вменяемый навес, который пережил каким-то чудом прошедший год снегопады. То есть там в некоторых теплице повалились, навесы попадали. А у него все это выдержало. При том, что это выглядит просто дичь вообще. Это вот реально из чего своровал, то из того и построил. И вот у него нормальный навес. Он стоит примерно ноль. А при этом другой пример. Значит, мы строим один дом, и сосед нашего заказчика обращается к нам за строительством навеса. Значит, я ему говорю, ну, какого размера, что вы хотите. И он мне присылает, значит, эскизик. Там на два машина места такой навес с хозяйственной частью. Но еще при этом навес стоит боком к въезду. То есть под навес надо машину загонять вот так. Соответственно, он просит, чтобы не было в середине никаких опор. То есть это однопролетная такая фигня на две машины. Не меньше пяти метров шириной. Плюс еще у него в глубину ограничения. У него свес кровли надо вынести. То есть тоже достаточно мощные балки. В общем, чтобы машина попадала под крышу. При том, что места мало достаточно на строительной площадке. Считаем балки, фигалки, кровля, отделка стен. Такая же, как на доме. Фундамент минимальный, даже там винтовые сваи. И так, прыг-прыг, получается 1,3 миллиона. Какой-то несчастный навесик. Там заказчик, естественно, говорит, нет, это дорого. Я думал, тут за полмиллиона мы сейчас все построим. Я вам присылаю прям вот просто раскладку по материалам. Там только 600 тысяч материалов нужно. И они еще в магазине будут лежать. Еще и даже не приедут к тебе на участок. Уже 600 тысяч только материалов. То есть навес может быть и недешевым. Может быть дорогим удовольствием. И это тоже надо понимать. Это сильно все зависит от того, что вы все-таки в итоге хотите получить. Размер, материалы отделки и условия строительства. Чтобы учесть все нюансы, обязательно обращайтесь к профессионалам. Переходите по ссылке в описании. Мы вам построим правильный навес по фэн-шую. А с вами был Филипп. Как всегда, не забывайте подписываться, ставить лайк. И нажимайте обязательно на колокольчик. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok